МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! В эфире нашего телеканала программа Калейдоскоп. И, как всегда, все самое интересное о культурной жизни нашего города вы узнаете прямо сейчас. Вообще, нужно отметить, что эта неделя выдалась очень богатой на различные выставки. Это точно. Вот, скажем, следующая выставка, о которой мы вам расскажем, весьма необычная. И открылась она в очень необычном месте. Кукольный театр. Взрослые, даже самые серьезные, иногда очень скучают по тем временам, когда они были мальчишками и девчонками. И даже если не признаются, иногда втайне мечтают хоть на чуть-чуть оказаться там, в далекой сказочной стране. А вот дети, наоборот, спешат подрасти. Когда-то и они станут старше и захотят вернуться. А пока им очень нравится, когда предоставляется возможность почувствовать себя взрослыми и серьезными. Вот, например, поучаствовать в самой настоящей выставке такое дается не каждому взрослому художнику. Пятеро юных живописцев из студии Калибри теперь навсегда запомнят свою первую выставку, которая состоялась в кукольном театре. Вот сейчас у вас замечательная пора, которая называется детство. Вот сейчас вы еще этого не понимаете. Но вот взрослые знают, как здорово оказаться опять в детстве. И все, что связано с детством, запах, малейшие какие-то воспоминания, не знаю, цвет, какой-то дом, дорога, дерево даже кто-то посадил в детстве, оно вдруг раз, как на машине времени, и переносит нас в прошлое. И знаете, как там хорошо? Вот вы сейчас еще не понимаете, как хорошо. Вот просто вы живете и живете, правда? А вот взрослым там оказаться так приятно, необыкновенно. Легко сразу, никаких забот. Сейчас ребята еще не совсем понимают, насколько важным делом они занимаются. Просто изображая мир таким, каким они его видят, маленькие художники тем самым помогают и нам, взрослым, вырваться из повседневной суеты, остановиться и вспомнить о том, как прекрасно все вокруг нас и сколько рядом доброты. Наши маленькие, юные художники, у них дана такая возможность вот на этой выставке побыть настоящими художниками, большими, взрослыми, потому что, ну, не каждому такая уникальная возможность выставиться в театре кукол, выступить даже перед телевидением. Я думаю, что самое главное, что они сейчас поймут, что мир очень красив во всех его проявлениях, и в маленькой букашечке, и в большом слоне. И чем мы больше всматриваемся в этот мир, тем, ну, больше понимаем, насколько он прекрасен. И если человек видит это, он никогда не будет разрушителем. В студии «Калибри» и «Кукольный театр» сотрудничают уже много лет. Выставка «Большое искусство маленьких художников» открыла уже 23 сезон. За эти годы состоялось больше ста выставок юных творцов. Художники представляют зрителям свой собственный прекрасный мир. А на вопрос, что можно увидеть на картинах, отвечают. На них нарисованы мои котики, моя снежная королева, мои бабочки, мой подводный мир, и даже мои ангелы. Когда-то ребята будут с улыбкой смотреть на свои творения и вспоминать, с каким трудом и упорством рисовали их. Я их собираю в коллекцию, а потом самые нелюбимые подарю кому-нибудь. А вот уважаемому большому зрителю, я тоже хочу показать, насколько красив мир в глазах ребенка. И не важно, что это, ангелы, слоны, коты, букашки-таракашки, потому что на самом деле все вокруг безумно красиво, правда? Очень красиво. Если в это всматриваться, вглядываться, то еще красивее становится, правда? А еще, если это нарисовать интересно, здорово, и показать всем остальным людям, что мир такой красивый, наверное, бы зло убежало от нас. Выставка будет радовать посетителей кукольного театра в течение месяца. Не пропустите. А вот во Дворце детского творчества дети получили, ну, очень такое нестандартное задание. И теперь картины-загадки и картины-перевертыши, созданные детскими руками, может увидеть любой желающий в коридорах дворца. Представьте себе, что вы оказались в средневековой Франции и зашли в книжную лавочку. Французская загадочная картинка «Где шесть комедиантов». Текст вверху на рамке. Ищите, и вы найдете. Здесь вы наверняка заметите развешанные на стенах и лежащие на прилавке знакомые с детства картинки, в которых требуется отыскать людей, животных или какие-нибудь предметы, хитроумно спрятанные художником. Однажды нам попали в руки материалы Анатолия Калинина, которые были в свое время опубликованы в журнале «Наука и жизнь», которые были посвящены картинам-загадкам, как он их называл, или картинам-головоломкам. Ну, об этой теме очень можно много говорить. Дело в том, что она исторически бытовала как на Руси, так и с границей были очень модные картины и иллюзии. Когда мы хотим убедить кого-то в достоверности сказанного, обычно добавляем. Я видел своими глазами, полагая, что это самый верный аргумент. Однако стоит помнить о расхождениях между действительностью и тем, что мы видим. Вот один из примеров. Октавия Акампа, мексиканский художник-сюрреалист, пишущий довольно необычные картины со скрытым смыслом. Стоит приглядеться повнимательнее и в каждом из его рисунков увидите еще одно спрятанное изображение. Чем дольше вы будете изучать его работы, чем пристальнее будете в них вглядываться, тем больше спрятанных изображений вам удастся увидеть. Цветы вдруг становятся лицами, горы начинают говорить друг с другом, а плакальщики над гробом превращаются в черты лица Христа. Картины эти очень близки детям, потому что дети в силу своего возраста очень любят всякие загадки, очень любят всякие перевертыши. Вот как раз эта тематика стала основной в их поисках творческих, в их фантазии. В Европе двулики и картины известны с 15-го столетия, но счастливые времена для них наступили во второй половине 16-го века. Лучшие иллюзорные картины того времени принадлежат Джузеппе Арчимбольде. Известность ему принесла работа времена года. Она состояла из четырех картин «Весна», «Лето», «Осень» и «Зима», на которых зрители сначала видели перед собой портреты юноши, молодого и взрослого мужчины и, наконец, дряхлого старика. При ближайшем рассмотрении лицо юноши превращалось в букет цветов, лица мужчин в россыпь ягод, фруктов, листьев и винограда, а старца – взгнивший пень, обвитый кладбищенским плющом. Со времен Арчимбольда с 17 века картины с двойственным содержанием перестали быть редкостью. Каких только сюжетов сегодня нет в двойственных картинах. Фантазии и мастерство художников способны на любые превращения. Но это тем более удивительно, когда таким сложным видом живописи занимаются дети. Выставка картин «Перевертыши», «Картин иллюзий» и «Головоломок» открылась во Дворце детского творчества. По-видимому, подобный род творчества пришелся по душе юным художникам. Создание таких картин требует от них особого мастерства, фантазии, способности найти в предметах общие черты. Например, рисунок одинокого дерева, гнущегося под напором ветра, если смотреть издали, превращается в лицо юноши. А вот этот код и вовсе сопоставим с целой вселенной, если присмотреться. Самое интересное, что эта выставка оказалась необычной для нас не только потому, что в ней скрыта определенная тайна в каждой картине, но и в самом названии тоже скрыта тайна. В этой тематически названной выставке «Два в одном» спрятались две выставки. Первая выставка посвящена как раз картинам иллюзиям, а вторая выставка это конкурсные работы, которые мы готовим на фестиваль «Всероссийский шар-папье». Выставка продлится до 20 ноября. Кстати, ее название «Два в одном» тоже заключает в себе загадку. Помимо загадочных картин, здесь можно увидеть еще и фотографии перевертыши, куклы-перевертыши и выставку игрушек-пресс-папье, лучший из которых, кстати, отправится на всероссийский конкурс в Тулу. А что-то мне на капучино ничего не нарисовали. Ну, это не самое главное в кофе. Ну, может быть, не главное, зато красиво и интересно. И все-таки о том, что действительно важно знать тем, кто употребляет этот напиток, мы расскажем в следующем сюжете. И о рисуночках на кофе тоже расскажем. Чашечку утром, чтобы проснуться, в обед, чтобы взбодриться, ну, а вечером расслабиться и насладиться ароматным напитком. По данным статистики, сегодня около 70% населения России употребляют хотя бы одну чашку кофе в день. А некоторые, больше, ведь для любителей кофе созданы все условия. Кафе, рестораны, кофейни предлагают огромный выбор кофе, содержащих напитков. Но, пожалуй, основными в этом списке являются американо, капучино и эспрессо. Да-да, именно эспрессо и никак иначе. Эспрессо, скажем так, произошло от, если вдаваться в технические подробности, это именно процесс, это эмульсия, процесс заваривания под давлением кофе. Это и есть кофе эспрессо. Соответственно, это не от слова экс, бывшая или скорость какая-нибудь. Это именно слово эспрессо. Это же итальянцы. Крепкий, черный, 35 мл, 9 атмосфер, при температуре 88-93 градуса. Это и есть идеальный эспрессо. Существует три вида кофе, приготовленного в эспрессо-машине. Это ристретто, непосредственно эспрессо и лунга. Ристретто готовится при той же закладке кофе на порцию, что и эспрессо, но с меньшим количеством воды. В Италии человек, заказывающий ристретто, пользуется особым уважением бариста. Получается очень крепкий, терпкий кофе, который пьется с небольшим количеством воды. Сначала вы выпиваете немножко водички, промываете рецепторы, чтобы насладиться большим, скажем так, спектром вкусов кофе. А потом уже пьете кофе. Непосредственно после его употребления вы пьете еще водички и вкуса кофе у вас не остается. У вас остается именно вот приятное ощущение свежести. Лунга же, наоборот, готовится с большим количеством воды. Он содержит больше кофеина, но при этом, как отмечают специалисты, не такой вкусный. Эспрессо же это именно та золотая середина, которую предпочитают любители черного крепкого кофе. Еще одна разновидность Американо. Говорят, что этот кофе был придуман итальянцами для американцев, дабы подчеркнуть плохой вкус последних в области кофе. По сути, Американо это эспрессо разбавленной водой, но в отличие от Лунга дополнительная вода не проходит через кофейную таблетку, а доливается уже в готовый напиток. Капучино Этот кофе создан для любителей мягких молочных вкусов. Кстати, существует интересная легенда, согласно которой капучино придумали монахи-капуцины. Черный кофе они всегда считали подарком, как говорится, от дьявола именно, и поэтому они придумали добавлять там молоко. Но так как земных их радостей как таковых у них не было, поэтому они искали что-то более воздушное, что-то более легкое, как шапки альпийских гор, и, соответственно, они придумали взбивать молоко и добавлять его в кофе. Вначале они взбивали его холодным и добавляли в кофе, но пена быстро опадала, но после они уже попробовали с горячим молоком и очень неплохо получилось. Собственно, оттуда и пошло название капучино от монахов-капуцинов. Для тех, кто любит погорячее, знаете, стандартная температура капучино 65-70 градусов. Так что не думайте, что вам слишком долго несли кофе и он успел остыть. Таким он и должен быть. Теплым, а не горячим. Иначе невозможно будет достичь нужных вкусовых качеств и должной консистенции пенки. Раньше капучино, скажем так, стандарты его были пена рыхлая и объемная. Сейчас же стандарты немножко изменились. Пенка должна быть однородная, матовая, глянцевая и сладковатая, потому что молоко правильной температуры, оно приобретает такой сладкий, приятный, сахарный оттенок. Если оно будет перегретое, оно уже будет со вкусом кипяченого молока, ясно будет не нагретое, но он будет слишком холодный, скажем так, кофе, чтобы его пить. Он будет невкусный. Поэтому и установился этот стандарт 65-70 градусов готового напитка. Пенка в капучино самое главное. А иногда она даже становится полотном для художника. Наверняка и вам не раз приносили чашечку капучино с забавной картинкой на пене. Иногда они бывают настолько красивы, что жаль пить кофе. Искусство рисования на пенке оформилось в особое направление, называемое латте-арт. Бывает два типа латте-арта. Это непосредственно питьчинг, когда рисуют из молочника, из вот этого пищера, рисуют молоком на кофе без каких-либо зубочисток, палочек и прочее. И этчинг. Это именно тот момент, когда рисуют палочками. То бишь делают какие-то заготовки базовой формы и из них уже выводят непосредственно рисунки. Скажем так, и тот, и тот способ оба интересные, оба красивые, но именно соревнования проходят непосредственно по рисованию молоком по кофе. Кроме того, что мы перечислили, существует еще множество кофейных напитков. Так что не будьте консерваторами, пробуйте, сравнивайте, наслаждайтесь, но не злоупотребляйте. Говорят, что 2-3 чашки хорошего кофе в день не повредят вашему здоровью, зато взбодрят и доставят настоящее удовольствие. Ну что ж, это все, что мы хотели вам сегодня показать Увидимся с вами ровно через неделю в калейдоскопе новых интересных событий. До встречи!